В этот месяц любви мы поговорим о людях, которые имеют для нас огромное значение. Это наши родители, а также это наши духовные отцы и матери, люди, которые нам служат, наши пастора. И тема моей проповеди называется «Почтение имеет значение». Почтение имеет значение. Мы прочитаем Ефесянам 6 глава, 2 и 3 стих. «Почитай отца твоего и мать» — это первая заповедь с обетованием. «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». То есть награда за почтение — это благо и долголетие. Бог говорит, что Он знает, что для нас благо, и Он пошлет нам это благо в ответ на наше почтение. Братья и сестры, это пятая заповедь из десяти. Когда Бог давал завет, десять заповедей, Он дал их на двух каменных скрижалях. На одной пять и на другой пять. Первые пять они говорили об отношениях человека и Бога. Второе — об отношениях человека и человека. Так вот именно заповедь, которая говорит об отношении к родителям, она относилась к первой скрижалии. То есть насколько серьезно Бог смотрит на эту заповедь, как на отношения наши к Нему. И поэтому Он говорит, «Почитай отца и мать». Что такое почтение? Буквально это слово обозначает глубокое уважение с оказанием чести, вежливое отношение. В Библии очень много историй написано о том, как люди настолько сильно, серьезно и с почтением относились к благословению своего отца или своего духовного лидера. Они это ценили как какое-то сокровище, как что-то осязаемое. Они хотели получить его, они ждали его. И они очень огорчались, если они его теряли. Братья и сестры, давайте мы сегодня с вами посмотрим, а как мы можем почитать? Как мы можем почитать? Такие три важные момента. Первое — это говорить о них хорошо. Первое — говорить о них хорошо. Не говорить плохо, а говорить и с ними хорошо, и о них хорошо. А если сейчас моих родителей уже нет в живых, братья и сестры, мы можем почитать память о них и всегда говорить о них хорошо. Это тоже очень важно. Я вам сейчас хочу привести пример, который тронул меня. Много лет назад мой муж привел домой одного мальчика, подростка. Мой сын приблизительно был тогда в таком же возрасте. Он нашел его на улице, мой муж, и привел его, он был такой ободранный, голодный. Мы его накормили, мы его одели, вещи моего сына, они как раз подходили по размеру. Он у нас помылся, переночевал. И вот на следующее утро его никто не искал. И на следующее утро мы решили привезти его домой. Когда мы приехали к этому дому, где он жил, если честно, я увидела, в каких условиях находится этот ребенок. Этот дом уже давно готовили под снос, и там уже несколько лет не было вообще никакой воды, ни горячей, ни холодной. У него не было ключей от квартиры. И поэтому он по стене забрался на второй этаж и через форточку залез к себе в квартиру и открыл нам дверь. Когда я вошла туда, увидела, в каких условиях живет этот ребенок. Знаете, я мама, у меня тоже был сын такого же возраста. Но очень печально, очень голодный, оборванный мальчик. И вот мы ждали его маму, и знаете, это продлилось несколько часов. И все это время он настолько с любовью говорил о своей маме. Какая у него чудная мама. И мама и такая, и мама и такая. Столько добрых слов в адрес мамы. И я думала, за что он говорит о ней такое. Ведь видно, что мама, она не заботится о нем, так как должна заботиться. Она не кормила его вот уже несколько времени, где она была неизвестна. И когда через три часа открылась дверь, и зашла мама и в руках держала какие-то сардельки, он кинулся к ним, целовал ее руки. Он говорил, мамочка, я так рад тебя видеть. И знаете, я стояла, смотрела на это, и понимала, этот ребенок вот просто любит свою маму и говорит о ней хорошо, чтобы не было. Чтобы она давала или не давала ему. И знаете, я вспомнила, как я относилась к своим родителям. Я выросла совсем в другой семье. Я скажу вам, я всю жизнь хорошо относилась к своей маме. Она была настолько добрый человек, что не было причины не любить ее. А вот с папой была совсем другая картина. И вот я помню, как с детства какое-то недовольство, какие-то недоразумения, какие-то обиды, которые я переживала, я копила, копила в сердце к моему папе. И это длилось годами. И вот такое отторжение было, что когда я покаялась, мне было 26 лет, я скажу вам, у меня была устойчивая такая обида и непрощение на моего папу. Я не могла ни с ним говорить хорошо, ни о нем говорить хорошо, я просто не могла. Я скажу вам, когда обижаешься на кого-то, ну, ты не можешь говорить о нем хорошо. И вот я помню, как первое чудо в моей жизни было, это прощение моего папы. А как это было? Я проходила наставничество один, и там была неделя о прощении. И я прочитала такие слова, которые, ну, в сердце как кинжал, как нож. «Если вы не прощаете людям согрешения их, Бог вам не простит ваших». И знаете, это был, ну, просто, ну, паника. Я должна его простить, но я не имею силы его простить. Как я могу его простить? Я всю жизнь накопила вот такое вот отношение. Я не могу с ним нормально говорить, я не могу о нем нормально говорить. Но знаете, Библия, если она нам что-то говорит, то не она под нас подстраивается, а мы должны под нее подстроиться. Она не делает никаких исключений, она просто говорит, что это будет для тебя благо. Простить будет для тебя благо. Почитать будет для тебя благо. И поэтому я должен теперь искать, как подстроиться под Библию. И помню, как я со слезами молилась и говорила, «Боже, я не могу его простить. Где мне взять силы его простить? Как я могу к нему относиться по-другому?» Я всю жизнь относилась именно так. Но знаете, я понимала, что Бог мне ничего другого не скажет. И я помню, как я просто просила у Бога помощи. И скажу, это была огромная борьба внутри меня. Но я приняла решение, я поступлю так, как Бог говорит. Я прощу моего папу. Я приняла решение, покалывалась перед Богом, потом поехала к папе, попросила прощения у него. Мы обнялись первый раз за долгие годы. Мы просто с ним обнялись искренне. И знаете, произошло что-то очень важное. У меня вдруг раз, и как взгляд на папу изменился, когда прошла обида. Вот до этого я замечала только недостатки, а достоинства были такими маленькими. А после этого я увидела, сколько достоинств есть в моем папе. Он чудесный хозяин. В нем столько чудесных качеств. Я раньше об этом не говорила, и этого не замечала. Но когда, знаете, ты просил, то ты увидел, какой человек. Ты увидел его другими глазами. Папа не изменился. Это ты на него другими глазами посмотрел. И я скажу вам так, братья и сестры, с того дня, прошло уже много-много лет, я имею добрые отношения с папой и мамой. Я имею добрые отношения со свекром и свекровью. Я их почитаю, потому что я знаю, Бог заповедал это делать. И это будет благо для меня, когда я буду почитать, когда я буду прощать, и когда я буду говорить о них хорошо. Поэтому это первое, говорить о них хорошо и прощать. Если вы имеете что-то на своих родителей, они вам что-то дали или не дали, примите решение простить. Попросите у Бога помощи, и Он благословит и даст эту помощь. Почему? Тебе будет благо, и ты будешь долголетен на этой земле. Второе, это заботиться о них. Второе, это заботиться о них. Тоже такая была история. Я помню, как один брат говорил со мной, это был уже очень взрослый человек, ему уже было за 40. И вот он рассказывал мне, говорит, еду от родителей, и вот они мне напаковали сумки, и вот он с таким огорчением мне рассказывал, что они ему мало напаковали. И то мне не дали, и то мне не дали, и вот то должны были дать, не дали. Я, знаете, смотрела на него и думала, ну ты же не юноша. Но одно дело, когда юный человек, которого еще ничего нет, чего-то ждет от родителей. Но когда тебе уже было за 40, и у тебя есть своя семья, у тебя есть заработок, ты взрослый человек, то неужели не должно прийти время, когда не ты думаешь, что взять, а думаешь, как дать им. Было время, когда они заботились о тебе, но есть время, когда ты должен понять, ты должен позаботиться и о них, они твои родители. И мы должны проявлять заботу, мы должны проявлять доброту к ним. Я хочу привести сейчас вам пример из Библии. Это написано филиппийцам, 4 глава, с 10 по 19 стих. Здесь написано, это говорит апостол Павел. Я весьма обрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Он пишет о филиппийцах, церкви Филиппах. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. Говорю, это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить в скудости, умею жить в изобилии, научился всему и во всем. Насыщаться, терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. Все могу в укреплящем меня Иисусе Христе. Впрочем, вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благоприятствования, когда я вышла из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас, одних. Вы и Фессалонику и раз, и два присылали мне на нужду. Говорю, это не потому, чтобы я искал даяние, но ищу плода, умножающегося в вашу пользу. Я получил все и избыточествую. Я доволен, получив от Епофродита посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом. Братья и сестры, мы так часто цитируем этот девятнадцатый стих. Бог да восполнит всякую твою нужду по богатству своему. Но когда я прочитала, с чего начался этот стих, я увидела выше. Этот стих пришел как благословение на то, что они позаботились о нем. Апостол Павел, это был очень сильный духовный лидер. Это был человек, который не боялся трудностей, он служил многим людям, открывал церкви. Но при всем при этом он оставался просто человеком, у него были человеческие нужды. И эта церковь, она увидела, что у него есть нужда, и она решила эту нужду восполнить. И вот что он говорит им? Он говорит, я не ищу вашего даяния. Я радуюсь не тому даже, что вы мне дали. Я радуюсь, что вы от этого бедете добрый плод, плод в свою пользу. Вы благословили меня, но Бог благословит вас за это и воздаст вам. То есть другими словами, они позаботились о нем, а он благословил их. И я знаю, что перед Богом это было великое благословение. Бог услышал и позаботится о филиппийцах. То есть, братья и сестры, есть время, когда служат нам. Но мы должны знать, мы тоже можем послужить. И знаете, почему нужно почитать, почему нужно проявлять заботу? Потому что эти люди имеют власть от Бога нас благословить. Власть от Бога нас благословить. А вы скажете, а если у меня родители неверующие, они вообще не знают, что такое благословлять, за что их почитать? Я скажу тебе, дорогой друг, еврейская мудрость гласит. Человек, чтобы пришел в эту жизнь, участвуют трое. Отец, мать и Бог. То есть другими словами, Бог через наших родителей дал нам родиться. Через них дал нам жизнь на этой земле. Это то, что достойно почтения и уважения. Мы должны за это их почитать и за это благодарить, потому что Бог использовал их, чтобы мы могли прийти в этот мир. Поэтому второе – это заботиться. И третье – это благословлять их. Это тоже очень важно – благословлять их. Я хочу сейчас прочитать два места из Библии. Когда-то мне Бог дал откровение о трех щитах над моею головою. В притчах написано, в 10 главах, 6 стих, «Благословение на голове праведного». А Псалом 5, 13 есть такие слова. «Ибо ты благословляешь праведника Господи, благоволением как щитом венчаешь его». То есть другими словами, Бог говорит, что над праведником благословение как щит. Благословение как щит, который защищает его же голову. И мне когда-то Бог дал откровение, что у меня есть три щита на этой земле. Мой Бог, мой муж и мой пастырь. И я очень серьезно к этому отношусь. Я понимаю, что это щит над моей головой. Братья и сестры, нам очень важно понять, что мы подвластные люди. Над нами есть власть. Для чего она существует от Бога? Чтобы благословлять тебя. А также она существует, чтобы в чем-то тебя подправить, если нужно. Чтобы в чем-то тебя подкорректировать. Даже что-то тебе не разрешить. Почему? Для твоего же блага. Чтобы сохранить тебя на верном пути. Поэтому очень важно понять, а кто твой щит? Кто твой щит, который имеет такую власть? И я скажу вам, когда я разрушаю щит, то я открываю свою голову для так дьявола. Для раскаленных его стрел. А как я могу его разрушать? Своим непочтением, какими-то нехорошими словами, своими обидами. Я разрушаю щит над моей уже головой. От этого только мне будет хуже. Когда я благословляю, я наоборот укрепляю щит над моей головой. А как я могу благословлять? И в молитве, в личной молитве благословлять и родителей, и пастырей, делая им добро, почитая их, уважая их. Знаете, что я делаю на самом деле? Укрепляю щит над моей головой. А вы скажете, этот человек щит, да посмотрите, он такой слабенький. Может быть в физическом мире, но в духовном мире это не слабенький щит. Его молитвы и его благословения имеют огромное значение, огромную цену. Я вам приведу пример. Например, несколько лет назад, когда мой сын уже вырос, и стоял вопрос, что он вскоре будет жениться, нужна квартира. Я скажу вам, что я об этом думала, молилась и думала, ну как? Как это может произойти? Не было ни ресурса, ни какой-то супервозможности это сделать, но я понимаю, что это сделать нужно. И вот какое-то время я молилась перед Богом и получила откровение, как это может произойти. Это Бог дал откровение в молитве. Первое, что я сделала, я пришла к моему мужу, все рассказала, он это дело одобрил и сказал, что мы вместе будем об этом молиться, будем вместе действовать. Знаете, что я сделала после этого? Я пришла к моему пастырю и сказала, пастырь, я сегодня к вам пришла за благословением. Вот мои планы. Бог дал такое откровение, и Бог дал планы. Посмотрите, может быть, я в чем-то не права, и вы меня подкорректируете. Он посмотрел, сказал свое слово, а потом сказал, я вас благословляю. Я вам хочу сказать, братья и сестры, для меня это очень важно. Я понимаю, что для меня это благословение, это как зеленый свет. Это не значит, что все само собой произойдет. Это значит, что перед тобой открывается дверь. Если ты будешь идти в этом направлении, все получится как нужно. Я ценю одно лишь только слово пастыря, благословляю. Но знаете, что я еще вам скажу? Это не значит, что все, что я принесу, он одобрит. Когда я к нему иду, я понимаю, он может сказать, Таня, вот ты что, это вообще, это не будет действовать. И я скажу, хорошо, пастырь. Почему? Он духовная власть надо мною. Он знает, Бог дал ему эту власть. Он может подкорректировать, сказать, давай не так, а так сделаем. И я скажу, аминь. Одно его слово благословляю, я скажу вам. Для меня это все равно, что идти в пустыню. И я знаю, что там будет оазис. Почему? Это слово благословляю от человека, поставленного Богом, чтобы меня благословлять. Что я сделала после этого, после пастыря? Я решила, что благословения много не бывает. И решила пойти к моему папе. Хотя, в принципе, можно было обойтись без этого. У меня уже есть семья, у меня есть муж. Я пошла к моему папе. Он тогда был еще неверующим человеком. Я пришла и говорю, папа, мы собираемся Славику приобрести жилье. Вот такие у нас есть планы. Папа, благослови меня. Знаете, как было приятно моему папе, хоть он был неверующим человеком, что я его так почтила. Он послушал и говорит, Таня, пусть твой Бог благословит тебя. После этого я пошла еще к одному очень важному человеку. Это моему свекру, который тоже для меня папа. Я пришла и говорю, папа, вот такие у нас планы. Папа, благословите нас. Вы знаете, он говорит, я не только тебя в молитве благословлю. Я еще и поучаствую материально в этом деле. И он благословил. И, братья и сестры, мы собрали эти благословения как драгоценное сокровище. И мы начали действовать. Я вам засвидетельствую, что мы в течение года и начали, и закончили. Бог открывал те двери, которые могли быть закрыты. Но мы имели благословение. Поэтому для меня это очень важно. И я понимаю, это щит над моей головой. Это то, что меня благословляет и то, что меня охраняет. Поэтому, дорогой друг, благословляй щит. И он защитит твою же личную голову. И тебе же будет благо. Я хочу поделиться откровением. Мы будем молиться. Музыкант, пройдите, пожалуйста. Мне Бог дал недавно очень важное откровение. Это слово на сегодня для некоторых людей. Потому что вы очень переживаете по этому поводу. Экклезиаста, 7 глава, 11 стих в украинском переводе. Есть такие слова. Дорогой друг, мудрость не хуже, чем наследство. Библия говорит, что мудрость, которая от Бога, она не хуже, чем наследство. Может быть, родители лишили вас наследства. Или несправедливо, неправильно распорядились, и вы на них обижены. Я скажу вам, не обижайтесь. Примите решение простить и почитать их, независимо ни от чего, что ни вам дали или не дали. Знаете почему? Потому что мудрость от Бога лучше, чем наследство. Наследство можно растерять. Им можно неправильно распорядиться. Но мудрость от Бога навсегда будет с тобою. Она даст тебе все блага, в которых ты нуждаешься. И плюс она еще душу твою сохранит от зла, от злого пути, чтобы ты не заблудился. Дорогой друг, наследство, если оно будет, это как бонус. Но если его не будет, не беда. Потому что у тебя есть что-то, ты можешь иметь что-то, что намного больше и дороже. Все блага к тебе придут не через наследство, а через мудрость. Я хочу, чтобы ты это понял. Все блага в твою жизнь придут не через наследство, а через мудрость. А мудрость у Бога. Поэтому мы можем приходить к Господу. Можем обращаться к Нему и говорить, Господи, даруй мне мудрость. И ты будешь знать, и где работать, и где жить, и каким путем идти. И твоя жизнь, она будет благословенна. Братья и сестры, давайте мы сейчас поднимемся. Я бы очень хотела, чтобы мы могли сейчас совершить молитву. Если у тебя есть какие-то претензии к своим родителям, возможно, обиды, прости их, благослови их. Может быть, ты давно уже им не звонил, не общался. Позвони, скажи им добрые слова. Им будет это очень приятно. Давайте мы сейчас в этой молитве укрепим щит над нашим головой. Я еще раз хочу напомнить, что почитать — это говорить хорошо, это заботиться, это благословлять. Давайте мы укрепим щит над нашим головой. Благословим наш щит. Давайте мы сейчас в этой молитве помолимся о наших родителях. И будем оказывать им честь, если они живы. А если нет, будем хранить в честь и память о них. Но мы всегда можем почитать тех духовных лидеров, которые находятся рядом с нами, которые нам служат. А что будет за это? Благо будет нам. Наша голова будет защищена, наша жизнь. Давайте мы в этой молитве благословим. Попросим здоровья. Попросим мира. Попросим ответа на нужды. Вспомните об этом. Помолитесь и благословите. И родители, если они живы. И постарей. Давайте помолимся за нашего старшего епископа, который так служит нам. Давайте мы благословим тех людей, которые рядом с нами, и которые помогают нам духовно. Дорогой Господь и Бог, мы Тебя благодарим. Ты самый главный щит от нашего головы. Ты защищаешь нас от раскаленных стрел лукавого. Мы Тебе благодарны, Господь. Мы сегодня почитаем жертву Господа Иисуса Христа. Мы сегодня почитаем Твое Слово живое и действенное. Мы знаем, что здесь написано все, что нужно для нашей жизни. Мы сегодня почитаем Твою волю святую, благую, угодную, совершенную. Мы знаем, что это благо, истинное благо для нас. Мы почитаем Тебя, Господь. Все Твои слова и деяния к нам мы почитаем и благодарим Тебя за это. Но также, Господь, мы благословляем наших родителей. Мы благодарны Тебе за них, Господь Иисус Христос. Мы сегодня их благословляем. Мы просим здоровья, даем многие годы жизни, даем крепкое здоровье, чтобы они могли дожить до последнего дня жизни в мире, Господь. Чтобы они насытились днями, чтобы они в здравии были, Господь. Божьему драгоценному мы сегодня благословляем, просим для них блага. Господь, мы благословляем наших духовных лидеров, наших пастырей, служителей. Благослови их, Боже. Дай здоровье им. Благослови их детей. Благослови их миром. Благослови их материально. Благослови их дома и работы. Благослови их намерения и планы. Мы сегодня их благословляем. И мы Тебя за них благодарим всем сердцем. Благословляем их, Господи. И призываем кровь Христа на наши отношения. Дай нам, Господь, почитать их, любить их, заботиться о них, помогать им, Боже. А Ты Бог, Который являешь нам благом. Ты Бог, Который позаботишься о нас. Сам Бог восполнит все наши нужды. И мы Тебя за это всем сердцем благодарим, Господь, и благословляем во имя Иисуса Христа. Братья и сестры, давайте помолимся за наши нужды. Дорогой Боже, мы также Тебе приносим все наши переживания. Мы приносим Тебе все наши страхи, все наши нужды. И знаем, что в Тебе есть покой для нас. Господь, в Тебе есть мир для нас. Мы сегодня принимаем эту благодать и успокаиваемся. Мы принимаем сегодня Твою любовь и успокаиваемся. Мы сегодня принимаем Твой мир, Господь, и успокаиваемся. Господь драгоценный. Сейчас, Господь, все свои эмоции, мысли мы Тебе покоряем и успокаиваемся. Благодарим Тебя, Господь. Пусть сейчас всякая боль пройдет. Боже, положи, Господь, как пластырь свою руку на больное место, и пусть сейчас боль пройдет. Благослови, Боже, во имя Иисуса Христа, пусть всякий страх уйдет, и пусть придет, Господь, здоровье и крепость. Мы благословляем наши семьи, Господь, пусть возвратятся дети, которые отступили, пусть спасутся те, которые еще не спасены, Господь. Благослови нас, Боже, в материальных нуждах, ты добрый пастырь, позаботься о нас, открой двери, Господь, там я не закрытый, Господь. Боже, вытри слезы, Господь, дай ответ на нужду, чтобы человек увидел, насколько ты, Бог, благое и сильный, милосердный. Ты посылаешь даже ангелов, чтобы они заботились о нас, пошли ангелы, чтобы позаботился, Господь. Благослови во имя Иисуса Христа, Господь драгоценный, а мы тебя за все благодарим, мы тебя любим, мы так благодарны, что на этом служении ты нас насытил. Ты насытил наши души, ты дал нам все, что нужно, чтобы мы могли дальше жить духовной жизнью, чтобы мы могли жить вместе с тобою. Мы тебя за это всем сердцем благодарим во имя Иисуса Христа. Я хочу сейчас еще помолиться за тех людей, которые пришли в первый раз, и вы еще никогда перед Господом не каялись. Знаете, Бог хочет сегодня простить вас, Бог хочет сегодня омыть вашу душу, потому что за вас Он отдал самое дорогое, своего Сына Иисуса Христа. Иисус Христос на кресте висел за наши грехи и прегрешения, чтобы сегодня ты был свободен и жил счастливой и благословенной жизнью с Господом. Возможно, ты был с Богом, но ты отступил, оступился. Вернись, Бог не будет тебя осуждать. Он ждет, чтобы простить тебя, очистить тебя и помочь тебе дальше следовать. Сегодня день, когда Он хочет простить тебя. Если вы такой есть, не надо выходить вперед, там на месте. Поднимите, пожалуйста, руку, и вместе с вами мы будем молиться. Я вижу вашу руку. Слава Богу! Дорогой друг, дорогой друг, очень искренне сейчас обратись к Господу. Попроси, чтобы Он тебя простил. Не может никто простить грехи. Человек не может, а Бог может. Давайте мы сейчас вместе помолимся эту молитву. Повторите ее за мною. Господь Отец, я прихожу к тебе во имя Иисуса Христа. Прости мне мои грехи. Очисти меня. Иисус, войди в мое сердце, как Господь и Спаситель. Живи во мне. Я мою жизнь отдаю тебе. И благодарю тебя, что ты принял меня во имя Иисуса. Аминь. Мы вас поздравляем, дорогие. Слава Богу! Я хочу вас попросить, пожалуйста, если вы молились эту молитву, подойдите после служения, после молитвы Отче наш. Сюда вперед. Мы, как пастыря, хотим с вами познакомиться, вручить вам подарки, Евангелие и за вас помолиться. Да благословит вас Господь! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!